Продолжение следует... 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 Краю рецессии маргинальному. Препарируете опекальные рецессии в области ее зенита, полнослойный лоскут. В боковых участках стремимся к расщеплению этого лоскута. Доходим до мукогенгивальной границы. И отсюда лоскут расщепляется. Всю прикрепленную десну в области рецессии, опекальные рецессии, нужно сохранить и сделать полнослойной. Чтобы она полностью вся вместе с надкосницей осталась на слизистом, надкосничном лоскуте, который будете перемещать коронально. Это очень важно для того, чтобы у вас на поверхности корня, когда вы переместите лоскут, оказалась зона прикрепленной десны с надкосницей. И вот тогда уже не нужно делать ни плюс один на усадку, никаких других дополнительных вмешательств. Восточная позиция прикрепленной десны, как муфта, организуется в области рецессии. Теперь мы с вами приступаем к деэпитализации анатомического сосочка и подготовке фиксации слизистом-косничного лоскута. Деэпитализируем, снимаем поверхностный слой петели просто скальпелем. Иногда настолько узкие пространства межзубные, что приходится делать это кусачками или какими-то такими ножницами парадонтологическими. Но вполне достаточно, чаще всего скальпели бывают. Деэпитализируете вы на всю высоту сосочек. Еще раз ваш лоскут, я его повторю, вот здесь он расщепленный, в области зенита рецессии полнослойный. И все, что выше макогенгивальной границы, у вас будет расщепленное. Таким образом, когда вы перемещаете коронально лоску слизистом-косничной, сопоставляя доэпитализированный анатомический сосочек с хирургическим расщепленным, у вас получаются две поверхности раневые, расщепленные, обращенные друг к другу. Десневой край новый, сформированный, который у вас полнослойный, закрывает обнаженную ранее поверхность корня. Вот эта зона полнослойного лоскута, которая теперь переместилась на всю рецессию. И вот таким образом выглядит это в полости рта. С этого момента вы начинаете накладывать швы. Сейчас я вам покажу. На обработке корня я вообще отдельно хотела бы остановиться, поскольку это на прошлом курсе вызвало очень большие вопросы и споры у нас, буквально, с курсантами. Поэтому это вообще отдельная история. Таким образом, естественно, вы провели обработку корня еще до эпитализации межзубных анатомических сосочков. Или после, но я чаще всего допровожу. Вы фиксируете слизственно-косичный лоскут первым швом двойным обвивным, сопоставив хирургический сосочек с анатомическим. Делается первый вкол вестибулярно в сосочек слизственно-косичного лоскута хирургический. Выкалываетесь в небном, проводите за зубом, вкалываетесь небно, выкалываетесь вестибулярно, проходите через сосочек хирургический слизственно-косичного лоскута. Делаете петельку, вкалываетесь рядом слизственно-косичного лоскута, сосочек именно уже в хирургический. Выходите небно, обвиваете зуб вокруг и выкалываетесь вестибулярно, не протыкая, не проходя через слизственно-косичный лоскут. Ни в коем случае. И вот таким образом, вот здесь вот фиксируете этот шов, он называется двойной обвивной кисетный шов. Он получается одним вот таким вот ушиванием, фиксирует сразу с двух сторон слизственно-косичный лоскут, соединяя хирургический сосочек с анатомическим одновременно. Следующий ваш шов, он будет субно-косичный и будет он находиться в области с верхней точки вертикального разреза, с одной и с другой стороны. Это простой узловой шов. Вы таким образом слизственно-косичный лоскут фиксируете к надкоснице. То есть максимально постараться, это должен быть не субопиталиальный шов, а субно-косичный, чтобы он прошли, прокололись через надкосницу и простым узловым швом зафиксировались. Все дальнейшие швы, которым вы ушиваете вертикальные разрезы, могут быть узловыми или непрерывными. Так как вам нравятся, они субопиталиальные, они несут просто за собой такую нагрузку, как ушивание самой по себе резаной раны. Самый главный шов, это первый фиксирующий, совмещающий вот эти вот сосочки хирургические с анатомическим. И второй самый важный шов, это швы, которые фиксируют новое положение слизственно-косичного лоскута к надкоснице, препятствуя тем самым рецидиву расхождения шов и поднятию лоскута вверх при наличии какого-то отека послеоперационного и дальнейшего перемещения слизственно-косичного лоскута. Вот простой узловой шов. Самое главное, чтобы вы его провели под надкосницу. По-первых, можно вот, там идет принципиально вверх-вниз во втором сосочке. Да, нет, нет, вертикально, принципиально, да. Иначе у вас поднимется сосочек вверх, вот так вот во время прям. Чем интересен данный курс? Мы с вами живем во времена, когда нас прессингуют в части необходимости применения современных импортозамещающих технологий. Вот здесь сидит очень такой уже преданный нам доктор Зульфия Бунисова, которая работает много-много лет только в одной и той же поликлинике стоматологической города Санкт-Петербурга. Есть еще один доктор, Людмила Александровна, которую я не знаю, сколько знаю, ну, наверное, лет 25, да, наверное, примерно так. Вот, и могу сказать, что она тоже верный, верный такой преданный доктор поликлинического комплекса. Но она тоже, она интересовалась, она искала новые пути, применение каких-то новых технологий. И сказали, ну, годы через полтора мы, может быть, это купим. Поэтому то, что сегодня представила Мария, она на самом деле уже практически без пяти минут ученый-кандидат медицинских наук. У нее есть патенты на те материалы, о которых она сегодня рассказывала. У нее очень большой клинический опыт применения этих препаратов. Вы, наверное, заметили фразу, да, что она сказала, а я ничем другим, кроме этих материалов, не пользуюсь. Значит, мы можем доверять всецело тому, что она нам сегодня сказала. И, конечно, это маленькая часть того, что она на самом деле делает в своей практике. Поэтому я желаю вам всяческих успехов. И спасибо вам, что вы так мужественно выдержали сегодняшний марафон. Спасибо Алексею, спасибо Екатерине, спасибо Анастасии, спасибо... Где Даша? Даша! Все равно... Я так понимаю, что у нее сегодня боевое освещение, да? Вот, на во всяком случае, спасибо всем стоматологам и нестоматологам, которые сегодня провели целый день вот здесь вот. Да еще и в день стоматолога, почти в день стоматолога. Да, поэтому мы вас всех поздравляем еще раз в днем нашей любимой специальности и желаем вам успехов. Здравствуйте! Меня зовут Андрей Владимирович Налеков. Великолепно! Подача информации, организация, проведение и с удовольствием посещу и буду посещать в дальнейшем циклы. Спасибо Марии Александровне и Алексею Николаевичу. Мастер-класс прошел замечательно. Мария Александровна, как всегда, умничка, все доходчиво объяснила и как она это все... Попыталась максимально изложить всю информацию, чтобы это было доходчиво нам. Спасибо большое организаторам. Приходите, не пожалеете. Все было хорошо. На высшем уровне. Приходите, не пожалеете.